Сотовые телефоны плотно вошли в нашу жизнь. Школьники носят этот гаджет с собой, а молодые люди покупают телефоны своим родителям, чтобы всегда быть с ними на связи. Но споры о том, вредны эти устройства или нет, ведутся до сих пор. Кто-то предполагает, что сотовые телефоны способны вызвать чуть ли не рак. Другие же утверждают, что никакого вредного воздействия они не оказывают. Однако ученые из Дании и Норвегии сообщают, что пользователи сотовой связи жалуются чаще других на частые головные боли, постоянную сонливость и беспричинную раздражительность. Также под воздействием вредоносных электромагнитных полей, генерируемых мобильным телефоном, находятся глаза и мозг. Ведь во время разговора мы плотно прижимаем трубку к голове. Ученые доказали, что электромагнитные волны, проникая в ткани, неизбежно вызывают их нагревание, что с течением времени сказывается неблагоприятно на функционировании всего человеческого организма. Эксперименты на животных, которые проводились в России, показали, что у крыс, подверженных электромагнитному излучению, существенно пострадало зрение. Также оно отрицательно сказывается и на иммунной системе животных. Казалось бы, вред мобильных телефонов должен ограничиваться временем разговоров по нему. Говоришь меньше, вреда меньше. Но не тут-то было. Даже неработающий мобильный телефон, просто лежащий рядом с кроватью, может навредить и помешать вам выспаться. Сотовые телефоны несут угрозу человеку не только из-за своего излучения. Люди часто ходят по улице, не поднимая глаз от гаджета и не обращая внимания на происходящее вокруг. Подобное поведение может привести к весьма плачевным последствиям. Пешеход дорогу должен не только видеть, но и слышать. Особенно эта проблема, конечно же, с подростками, когда реально одевают наушники и не слышат то, что происходит на дороге. Либо пытаются даже писать смс и ставить лайки в момент пересечения проезжей части. Нужно помнить каждому пешеходу, что его внимание должно быть направлено только на переход дороги в тот момент, когда он находится на проезжей части, ни на что не отвлекаться. Во многих зарубежных городах существуют дорожные знаки, говорящие о том, что дороги переходят люди, которые не отрывают взгляд от сотового. Даже в Санкт-Петербурге такой знак установлен на одном из пешеходных переходов. В Рязани же с недавних пор есть светящаяся полоса, которую видит человек, чей взгляд устремлен вниз. Правда, она установлена только в одной точке нашего города. Железнодорожные переходы также сделаны с заботой о людях. Чтобы пройти по этому пешеходному переходу, от сотового телефона отвлечься все-таки придется. К тому же во время пути прекрасно видно, идет ли поезд с той стороны или с этой. Но телефоны наносят не только физический вред. Сейчас в психологии существует такое понятие, как «номофобия». Термин был введен специалистами совсем недавно для описания беспокойства и даже паники у человека, который по тем или иным причинам потерял возможность с помощью мобильного телефона поддерживать контакт с людьми. Ученые, по-моему, Токио, институт Токио, они выяснили, что долгое время копания в телефоне, долгое время проведения вот как раз в этих социальных сетях для подростка приводит к совершенно четким, ну скажем, таким последствиям педагогической запущенности. То есть бедность лексикона, сложности установления контакта, сложности в считывании эмоционального состояния собеседника. С зависимостью от гаджетов страдают не только взрослые люди. Дети также не способны оторваться от экрана мобильного и проводят за ним большое количество времени. Сейчас телефон способен заменить детям и взрослым окружающий мир. И теперь иномофобией страдают люди всех возрастов. Но и от этой болезни тоже есть лекарства. Если мы говорим про взрослого человека, ну, наверное, если он созрел, то, наверное, это все-таки поиск специалиста, который поможет потихонечку-потихонечку удалиться, разорвать вот эту пуповину и человек как бы приобрести новые интересы. А если это ребенок, соответственно, ну, здесь вопрос такой, он как бы контрактный, что ли, четкий. Вот здесь добро, оно должно, ну, как бы оно с определенными мягкими, но кулаками. То есть когда мы с ребенком, ну, во-первых, мы должны вернуть это доверие ребенка и поговорить с ним. Мы должны тот вакуум, который он заполняет этим телефоном, и не обязательно телефоном, да, это может и компьютер быть, да, мы должны заполнить его собой. Главное помнить одно из важнейших правил медицины. Яд в небольших дозах – это лекарство, а лекарство в больших дозах – это яд.